А мы продолжаем программу Double Bubble и у нас сейчас в гостях трехкратная чемпионка России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Здравствуйте, доброе утро. И мы мучаем человека. Мне кажется, просто сейчас это прям было феерия нашего утра, потому что Double Bubble стала сверхсерьезной передачей. У нас Светлана Алексеевна действительно в гостях. Мы говорим о завтраках. Яички не случайно у нас на столе. Таша не случайно приняла такой серьезный тон, потому что это утро серьезной беседы. Беседуем за завтрак. Правильно? Все верно. И остановились-то мы как раз, Таша, на чем? На том, что Светлана собиралась нам рассказать ужасную историю, что она видела, кто-то из спортсменов ест на завтрак. Про шурму мы говорили. По-простому-то так. Меня пугает и удивляет вообще не только спортсмены, а вообще те люди, которые с утра едят мясо. Для меня это странновато. А вы с нашим поваром поговорили. Вот только что ушел Евгений повар, который предлагает, наоборот, с утреца скушать им бекончик или какой-нибудь грозный. Розный предлагал не дырит. Нет. Он вам не дырит? Он вам не дырит? Он говорит, что это слишком тяжелая пища на завтрак. Ну, это лично мое мнение. Ну, а вот... Попробуйте, Светлана. Проверим опытным путем. Розный. Посмотрим, какие результаты отпишите на... Далеко ли уплывете, да. СМ-тику пришлите. Кстати, кстати, что еще хочу сказать. Раз уж нас смотрят сегодняшним утром на О2ТВ, почему бы всем людям, вы, Светлана, тоже можете к этому подключиться, не отправить нам что-нибудь в Инстаграм, в Твиттер, свои варианты завтраков. Ну, как бы еду-то выкладывают все. Мне кажется, еду любят... Да, хэштег О2, кириллицы, русскими буквами О2, да? Четыре буквы О, Д, В, А. Да, вот так вот мы закрепляли. Поэтому отправляйте свои завтраки. Вообще, все очень любят, кстати, сейчас выкладывать в Инстаграм или еще куда-то то, что они едят. Вообще, для меня это, конечно, странно, потому что я не хочу вроде знать о человеке ничего такого, а в итоге все знаю, что он ел, чем он завтракал, чем он обедал, чем он ужинал, с кем он встречался. Ну, честно говоря, я тоже не прочь выложить то, что я ем. Однажды выкладывала раков. То есть... Вы сами их отлавливали? Отдыхала с родителями, нет, в Астрахани, и решили, почему бы не употребить, а не покушать раков. То есть это выглядело настолько аппетитно, мне кажется, что те люди, которые смотрели на эту фотографию, им самим захотелось... Раки еще нормально, но вот когда выкладывают там яичницу, у меня просто вот недавно с другом был целый батл, он там выкладывал яичницу каждый день, и я в итоге приготовила там самую крутую, и выложила, и говорю, вот рис. Да ты ему вот сегодняшний наш креатив отошли, мне кажется, человек вообще удивится, скажет, неожиданно, неожиданно. Слушайте, ну, а что вообще? Все-таки вот вы сказали чай и шоколадка, но все же, что вы считаете здоровым завтраком для себя? Чай и хорошая, дорогая шоколадка. Хороший чай. Шоколад очень тоже отличается на самом деле, нужно смотреть, что ешь. С пузырями, да, чтобы всплывать получше. Вот, ну, честно говоря, наверное, не сказал бы, что замечательно есть каши, да, может быть, для здоровья это и оно и хорошо, но все-таки я не прочь съесть обычный бутерброд, ту же яичницу приготовить себе и любимому человеку, ну, какую-нибудь оригинальную, да, какой-нибудь, чтобы был креатив. Ой, мы вам сейчас тоже креатив покажем, смотрите, Светлана, у нас есть необыкновенный креатив. Ты хочешь про кепку рассказать, похвастаться? У нас есть креатив, Светлана, Светлана выглядит он вот так. Это кепка. Ой, она даже представила, это кепка, да, да, да. Смотрите, это великолепный стартер Black Label с надписью Moscow. Мы бы вам его с товарищем отдали, но, к сожалению, мы уже пообещали его нашим зрителям. Вот за что, надо им зайти на наш сайт o2tv.ru, найти там вопрос, ответить на него вопрос сложно. Светлана, к чему я вам это говорю? Вдруг вам кепка тоже нужна? То есть вы можете зайти на сайт, посмотреть, узнать, что к чему, и тогда, возможно, по блату, конечно, мы вам ее передадим. Кто-то к человеку пристал. Я тоже хочу пристать, дай мне в клинице. Честно говоря, мне больше нравится вот такая розовая кепка. Так что всем, придется тебе. Все, это произошло, держитесь. Не снять шляпу перед олимпийской чемпионкой даже как-то неприлично. Слушайте, а может вы нам покажете какие-нибудь дыхательные упражнения или что-нибудь типа того? Есть у вас какие-нибудь? Специальных дыхательных упражнений нет. Это всего лишь 15 лет усердных тренировок. Всего-то 15 лет, господи, нечего. И ваш объем литр будет составлять 5 или 6 литров, а у обычного человека это 3 литра. Слушайте, я знаю, что вы можете на 4,5 минуты задерживать дыхание. Да. Давайте мы проверим. Светлана, мы вам говорим... Я могла позавтраковать, у меня может закружиться голодом. А вам хотя бы на 3 минутки, пока клипчик у нас в эфире идет. Светлана, мы вам говорим спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Очень приятно познакомиться. Мы желаем вам лучших достижений, чтобы вы уже в конце концов 10-кратной чемпионкой Олимпийской стали. Я думаю, что скоро это случится, я в вас верю. Завтракайте хорошо. Сейчас Светлана задерживает дыхание, и мы смотрим клип. Давай, а мы почитаем.